Музыка Меня зовут Михаил Абрамский, Казахстан университет, Институт информационных и технологических систем. Я все время, когда делаю доклад, как будто, когда выступаю, немножко говорю, лучше бы я это вот так написал, лучше бы вот так написал. Вот здесь я должен был поставить слово, которое почему-то пришло мне в голову поздно. Я должен был написать просто одно слово, это биоинспирированный. И оно бы даже лучше передало слово этого доклада, потому что я примерно об этом хочу поговорить. Но откуда биологизация цифр взялась? Она взялась из слова цифровизация чего-либо, потому что это уже на слуху у всех. Цифровизация сферы услуг, цифровизация медицины, цифровизация образования. Как будто бы, собственно, цифра такая сквозная, что через всех пройдет и всех изменит. А как бы хочется подсказать, что на самом деле можно же поменять еще и саму цифру. И на самом деле в процессе своего развития IT, цифровые технологии, компьютер-сайенс, очень много забиралось из других наук. И мы сегодня поговорим про примеры того, что взяли из живых систем. Но до этого еще попробуем о чем-то другом поговорить. Ну, смотрите, во-первых, любая наука или любое направление из другого заимствует слова. Или я зря бы включил свет, давайте все-таки его оставим, а то чувствуется в темноте я рассказываю. Так вот, конечно же, в первую очередь IT-сфера активно у нас заимствует слова. Вот, например, программисты очень любят, когда слова внезапно какие-то более-менее известные обывателям, приобретают совершенно другое. Такое чувство, что ты говоришь на каком-то другом языке. Типа, у меня метод не перегружен, поэтому архитектура плохая. Ну, там, например. Вот. Если вам кажется, что эти слова не очень странные, давайте другой список слов можем упомянуть. Вот сахар, соль, фасад, там, оркестр, инъекция, декорация. Все это тоже вполне себе термин из программирования. Это не просто какая-то такая, скажем, вещь, которая у всех на слуху, вот, а вполне себе конкретная история. Ну, скажем, математики, чемпионы, на самом деле, заимствуют, на мой взгляд, вот они берут все, что можно. Ансамбль, башни, душа, оракул, решетка, ткань, все это математические конструкции. Я очень люблю за это математику, это для меня все время то, к чему можно стремиться. Сон, душа, например. Ну, вот душа — это понятие дифференциальной геометрии, как нам говорит Википедия, потому что только там можно что-то понять тем, кто не знает про дифференциальную геометрию. Компактная, тотально выпуклая, тотально геодезическая подмногообразие. Вот, ну, из этого набора слов я слова знаю, но мне при слове компактно вспоминается анекдот. Значит, математик подходит к своей супруге, говорит, дорогая, ты у меня такая компактная, компактная, такая миниатюрно-изящная, нет, замкнутое и ограниченное. Вот, слово компактное множество — это действительно замкнутое и ограниченное множество в математике. Так вот, ну, конечно, если есть слово душа и термин душа, математики не удерживаются доказать теорему про душу, а или что, типа теорема о существовании души. Конечно, вот теорема о душе, что всякое МЖ имеет, ну, это значит, многообразие, да? Всякое риммное многообразие имеет душу. Вот. Вот, кстати, нормальное расслоение — тоже термин. Ну, это все, конечно, шуточки. Правда, оракул, например, — это конструкция вообще из вычислительных наук. Вот, если вы имели опыт программирования, и вы делали в одной программной конструкции вызов другой программной конструкции, то, поздравляю, вы делали вычисление с оракулом. Оракул — это фактически когда одно вычисление обращается к другому за ответом. Это за оракул. И так говорят про вычисление с оракулом. Ну, только что, кстати, был один на слайде спрограммированный медико-биологический термин. Это инъекция. Значит, это очень популярные вещи в программировании, причем в нескольких областях. То есть есть инъекция как понятие в программных системах, но мы наилучшим образом знакомимся с ним, когда речь идет про компьютерную безопасность. Инъекция в случае безопасности веб-приложения — это некая вставка туда, куда бы это хорошо бы не вставлять. То есть в медицине инъекция — это хорошо, но если только это не в протез, так это хорошо. А вот в случае веб-приложения инъекция — это плохо, потому что инъекция — это, скажем так, когда какой-нибудь злоумышленник знает, что вы корявый разработчик. Ну, например, да, вот у нас есть на сайтах все время формы, куда мы вводим имя. Так вот, например, что являлось бы инъекцией, если я, например, вместо имени вставил бы какой-нибудь HTML-код, который ведет вот на какую-то такую картинку. У меня тогда вместо профиля, вместо имени мне пишут вот эту картинку. С помощью более хитрых инъекций делают так называемый deface, когда сайт меняет свой облик. Ну, например, там пишут, у меня баллов EG не хватило для поступления на факультет компьютерной безопасности, поэтому я обеспечиваю работу тех, кто поступил. Такая шутка тоже известная. Вот. Есть еще, например, SQL-инъекция. SQL-инъекция — это вставка SQL-кода, то есть кода для работы с базой данных. Это более серьезная вещь. То есть если HTML.js портит как бы внешний вид, то SQL-инъекция портит данные. И вот есть комикс, мамины эксплойты, которые вот, значит, жалуются некой маме на то, что ее сына зовут Роберт, кавычка, скобка, точка, запятой, DropTableStudents, и вот жалуются, что стерлась база учеников за этот год. Ну, соответственно, инъекция основана на том, что можно, в общем-то, вставить туда, где мы ждем обычный текст, некий код, который потом выполнится. И ошибка разработчика в том, что он позволяет этому выполняться. То есть надо, чтобы не позволял. А он берет и, собственно, не читает это заклинание, а то там будет плохо. А он прочитал. Вот примерно такое ощущение. Смех смехом. Вообще IT-сфера достаточно много заимствует из разных наук, разных понятий, причем даже из тех, из которых вы не ждете. То есть понятно, математика, понятно, наверное, что-то от физики есть, потому что есть физические основы передачи информации. Возьмем философию. До Рождества Христова Платон сказал, что, похоже, мир устроен так, что есть мир идей и мир вещей. То есть вот так он сформулировал свои взгляды на мир. Что есть идея вещи, она существует где-то, но есть каждая конкретная вещь, которая является конкретным экземпляром этой идеи. И если вы занимались программированием, то вам, возможно, что-то щелкает. То, что сейчас доминирующая парадигма в программировании компьютерных систем — это объектно-ориентированная парадигма. О чем она говорит? Что мы пишем некий класс, это как какой-то объект должен себя вести. А потом создаем экземпляры этого класса. Вот здесь у нас как бы некая игра, где у меня есть игрок, у которого есть здоровье, имя, у него вот в самом начале здоровье 100, имя, и он может там ударять другого игрока. А потом я где-то в другом месте в коде пишу. Вот один игрок Ася, вот другой игрок Вася, и вот Ася бьет Вася. Это суть игры. То есть парадигма программирования объектно-ориентированная — это один в один реализация программная мира идей и мира вещей Платона. И без шуток это так, это признается теми людьми, которые занимаются теорией развития программирования. Ну, другой пример, давайте посмотрим, лингвистика. От лингвистики, сказали бы, лингвисты IT очень много забрало, если бы мы не знали бы, что на самом деле не IT от лингвистики, а лингвистика и IT от одного первоисточника. Дело в том, что у нас есть общий ученый, который кое-что предложил. И вот почему мы родственные? Потому что если лингвистика занимается языками естественными, русским, английским, татарским, другими, то программирование занимается построением конструкций с формальных языков. Но язык остается языком, поэтому все вот эти вот понятия, вы их знаете со школы, как грамматика русского языка, там, ну, префиксы, вы знаете суффикс, но префикс примерно то же самое, как приставка, синтаксис, язык, алфавит. Это все еще и понятие в программировании, а точнее в целом наборе наук, который занимается проверкой формальных синтаксических конструкций и его выполнением. А кто у нас занимается проверкой синтаксиса? Это когда мы программируем и выполняем код. То есть мы написали программу, мы нажимаем выполнить код. В первую очередь идет проверка синтаксическая того кода, который мы нашли. Код правильный. Если он неправильный, нас заставляет ошибку исправлять. Почему это происходит? Потому что все еще ныне живущий ученый массачусетского технологического новом Хомский, он очень хорошую серию работ написал по формальным грамматикам. Он взял и сказал, на самом деле существующие языки, они могут быть описаны с помощью конструкции грамматик, которые имеют определенную иерархию. Я боюсь говорить, что Хомский сами грамматики продолжил, но он дал именно иерархию Хомского. Вот это вот, что есть регулярная грамматика, потом контекстно-свободная, потом контекстно-зависимая грамматика и, значит, рекурсивно-перечислимая. Ну, достаточно сложно быстро, тем более в лекции не об этом говорить, о чем он сказал, но я скажу, где это проявляется. Ну, смотрите, те, кто на самом деле учит много языков, знают, что языки различаются по сложности. Условно, русский язык выучить сложнее, чем татарский язык. Или турецкий язык проще выучить, чем, допустим, арабский язык. А почему? А потому что правила, по которым строятся, они имеют либо очень простую структуру, либо посложнее. Ну, например, в русском языке чередование гласных, падежи, приставки и суффиксы. Берем татарский язык, все с конца прибавляется. Можно сказать целую фразу, добавить тугель, она уже как бы является отрицанием, но все прибавляется с правого конца. Это формализация, построение конструкции языка. Да, смешно, у нас когда был искусственный интеллект, мы обработку языка изучали, и там, значит, нам дали пример, что в татарском языке справедливо примерно такое. Написать слово урмана, дальше на-ка-на-ка-на-ка-на-ка-на-ка, а потом на русский переведите. А на русском это то, что принадлежит тому, что принадлежит тому, что принадлежит тому, что находится в лесу. Что принадлежит лесу, точнее. То есть построение разное этих конструкций, видите, в татарском просто к слову прибавляют аффикс, и все хорошо. Так вот, это и говорит о сложности грамматики языка. И вот, например, регулярные, это самые простые языки, они где используются? А вот вы на сайтах, когда вводите, например, имейл, а вы вводите абракадавру, он говорит, это не имейл, видите-ка имейл, пожалуйста, мы же видим, что вы не имейл ввели. Имейл что такое? Что-то, собачка, что-то, точка, что-то. Или, например, вы, допустим, вводите паспорт, а вам говорят, это не паспорт, это не номер паспорта, это не номер телефона, телефон в правильном формате введите. Вот этими проверками занимается специальный язык, он называется регулярными выражениями. Так вот, это регулярные, это самые простые языки. Потом контекстно-свободные идут, это языки, которые, скажем так, ну, большинство языков, наверное, программирование является контекстно-свободными, а, значит, из естественных тоже простые языки контекстно-свободные, ну и так далее. Я повторюсь, об этом можно отдельную лекцию делать, но важный момент в том, что Холмский, он как бы сделал и для лингвистики кое-что, но и теория компиляторов, а компилятор это то, за чего код превращается в исполняемый файл, это, конечно, колоссальное влияние на современную IT-сферу. Из живого мира можно забрать понятийные вещи, живых существ, например, баг, да, предположим. Еще в 19 веке термин баг появился в инженерной сфере, Томас Эдисон называл багом некую неуловимую техническую ошибку. Но в 46 году произошло историческое событие, значит, инженер Грейс Хоппер в попытке исправить компьютер Mark II нашла застрявшего мотылька в реле, и, собственно, в журнал информации об этом она вот внесла, ну вот, собственно говоря, этого мотылька, скажем так, приклеила, и это фактически сейчас является первым исторически достоверным случаем обнаружения бага. С тех пор понятие баг мы используем в IT-сфере, мы говорим, о, у тебя забаговано все, баги, баги, исправляем баги и так далее. Это начинается вот примерно отсюда, да. Ну вот или мышь можно задействовать, почему нет, да, тоже неплохо, что-то с хвостиком понятина, это похоже на мышь, поэтому будем назвать это мышью. Вот Дуглас Энгельбард перед вами, если вы не знали, человек, который создал мышь, в руках у него первая мышь. Как видите, очень простое у него устройство, два колесика таких не было, вот этой круговой еще мыши, а уж до световых тоже было далеко. Два колесика, манипулятор и провод, и кнопочка такая вот. Даже видно, да, что дерево такое вырезанное пока, непромышленным образом. Энгельбард, кстати, это тот, кто дал основание вот для этих оконных систем, вот эти окна, иконки, мышь, это вот один из основоположников. Ну, давайте понятие посложнее возьмем, рассмотрим обработку изображений, да, тоже вполне себе компьютеризированная область. У нас там, например, вот мы едем на трассе, где написано ограничение 70, а мы едем 90, нам приходит потом что-то, что мы что-то неправильно делаем. Ну, смотрите, что такое изображение, да, во-первых, изображение в компьютере состоит из точек, точка называется пикселем. И если очень просто объяснять, то изображение это прямоугольная таблица, каждая ячеечка этой таблицы это пиксель, а пиксель это цвет, потому что пиксели все маленькие, одинаковые, а цвет это обычно три числа или чуть больше чисел по какой-то модели. Самая популярная модель это модель красная, зеленая, синяя, red, green или blue. Ну, мы по уровню этих чисел можем определять цвет, да, когда уровень красного максимальный, а зеленый и синий минимальный, то это красный. А когда уровень красный, уровень зеленого максимальный, а синий никакой, это желтый. Вот эта вот такая диаграмма Эйлера, она показывает, собственно, на пересечениях цвет, который получается. Говорят, что белый цвет это смешение всех цветов. Вот, собственно, RGB модель она такая. Хорошо. Раз есть цвет, то есть понятие черного и белого цвета. Черный это нулевой цвет, белый это максимальные значения. Вот есть так называемые бинарные или монохромные изображения. Чем они хороши? А над ними математические преобразования делать удобно, потому что тогда изображение превращается в набор нулей и единиц. Ну, понятно, пиксель 0, пиксель 1. И вот смотрите. Для того, чтобы распознавать образы, нам нужно избавляться, вот, например, условно, слева. Вот телефон как бы закрашенный, но у него границы непонятные. А справа наоборот. Мы общий образ объекта видим, но, видите, он прерывается, и нужно вот именно узнавать шаблоны. И вот для того, чтобы пытаться от одного подхода переходить в другой, есть две операции, которые названы очень вполне терминами из естественно научного мира. Один термин это эрозия, а второй дилатация. Знаете, да, лекция называется живое. Но если, например, гуглить картинки по запросу живое, что там эрозия, дилатация, то выплывает медицина, и я это не буду всталять презентацию, поэтому я взял геологию. Эрозия почв и дилатация, соответственно, породы. То есть эрозия это стирание, то есть как бы уменьшение, а дилатация это расширение. Что здесь про изображение? Смотрите, операция эрозии-дилатации очень простые. Мы берем пиксель и превращаем его, если он беленький, то мы превращаем его в беленький крестик. А если он черный, то мы ничего не делаем. И строим новое изображение. А эрозия наоборот. Она превращает набор белых пикселей в одну точку, то есть она как бы сужает количество белого цвета, а дилатация увеличивает. И в итоге, посмотрите, вот перед вами эрозия. Обратите внимание, что происходит при эрозии. При эрозии мы убираем шумы, потому что шумы здесь были очень тоненького цвета, и как бы они убрались, потому что белые крестики превратились в одну точечку. Ну, крестик — это пять пикселей, да, верхний, нижний, правый, левый и средний. А те как бы большие области, которые были, они как бы и сохранились. И поэтому мы уже как бы почистили изображение от шумов, можно распознавать. Обратно, дилатация. Это когда я понимаю, что слишком сильно у меня изображение как-то вот неровное, да, я применяю дилатацию, я увеличиваю, сглаживаю цвета, и получается какая-то такая картинка. А потом эти операции применяются с комбинациями. Например, перед вами вот эта картинка получается, сейчас, правая картинка получается с левой, с помощью применения сначала дилатации, а потом эрозии. То есть сначала я размываю, как бы увеличиваю область на картинке, а потом я подчищаю границы. Или, например, еще более интересная вещь — узнать границы объектов. Границы при дилатации возрастают, а при эрозии уменьшаются. Значит, если я вычту из дилатации эрозию, то я получаю градиент, то есть границы объектов, если мне это необходимо найти. То есть вот только картинка, где видны границы. То есть это все математические операции, которые основаны на том, что мы просто, еще раз говорю, пиксель белый, обычный, один, превращаем в белый крестик, и наоборот, при эрозии мы белый крестик превращаем в один пиксель. Можно и квадратик превращать на самом деле 9 на 9, тоже в принципе подойдет, тут надо посмотреть модель. То есть видите, ну как бы не айтишники придумали эрозию и дилатацию, она существовала в медицине, в геологии и в других областях. Хорошо, давайте что-то более живое обсудим. Ну, здесь сейчас будет узнавание, скажу, что ты раньше-то не показал, это же главное заимствование айти-сферы. Что у нас самое живое, что живое в природе? Дерево, конечно, дерево. Просто красивое дерево, если вы забыли, как дерево выглядит. Но дерево выглядит и вот так, да? В математике есть такая наука, это теория графов, где мы разбираем объекты, в которых важны только точки связи между ними. То есть геометрия нас не интересует. Хоть ты там две точки соединяй кружком, хоть прямой линией, без разницы. Главное, что они соединяются. Например, скажем, какие города имеют дороги из одного города в другой? Нам все равно, как рисовать путь, если нам важно только само наличие этого пути. Так вот, соответственно, дерево в математике и в теории графов, это придумал еще Эйлер. Это была задача о кенигсбергских мостах. Он гулял по Кенигсбергу и подумал, как пройти по всем семи мостам, не посещая один мост два раза. И он понял, что нету математики пока, которая с этим работает. И появилась теория графов. Она развилась потом уже, когда появились компьютерные науки, потому что дерево внезапно стали структурой, на которой можно было делать очень много полезного. Например, ну, я тут покажу сначала применение. Например, дерево, оно или граф, они умеют показывать, предположим, причинно-следственные связи, когда я, например, делаю какой-то, например, перечень умений, какое за каким должно идти. То есть, например, чтобы знать английские слова, нужно запоминать и читать. Чтобы знать таблицу умножения, нужно запоминать и знать цифры. Чтобы знать Сан-Эль Шекспира, нужно знать английские слова и уметь запоминать, ну, если очень вульгарно так говорить. А вы скажете, что за граф, что за дерево? Можно нормально объяснить, пожалуйста? Нормально, конечно, это вот, приглашая поступать в ЭТИС, у нас на первом курсе как раз дискретная математика читается. Но если просто говорить, вот перед вами не дерево. Дерево у него не должно быть, чтобы была фигура, составленная из рёбер. То есть, дерево — это всё время ветвистость. То есть, не так, чтобы потом внизу вот такая была связь. Вот это не дерево. А вот это дерево, видите? Вот если бы тут была полоса, то уже не дерево. Здесь, если бы было вот так вот, то было бы уже не дерево. Ну, то есть, если взять вот так вот за одну вершину, но у вас все так повиснет вниз. Вот это дерево. Деревья умений в играх как раз и строятся на этой же модели. И, например, вы можете, что на них можно делать? Математизацию. То есть посчитать, сколько надо получить ачивок, чтобы получить такое достижение, находясь в таком состоянии. Жаль, что я сюда не вставил еще одну картинку. Давайте я еще одну, еще один пример скажу. Вот вам ставят задачу, вы разработчик сайта, вам говорят, а выясни, пожалуйста, могу ли я с каждой страницы этого сайта перейти на любую дорогую страницу максимум за три клика. Это тоже задача для графов. Потому что вы рисуете, с этого экрана есть переход на эту страницу, на эту страницу и на ту, а с этих туда. И фактически это математическая задача существования между каждой вершиной пути, меньше равного трем вот этим вот шагам. А еще оказалось, ну давайте, ладно, это вот с этого слайда. А еще оказалось, что в дереве очень, оказывается, быстро можно искать информацию. Вот самая простая структура древовидная, которую мы изучаем, это бинарное дерево поиска. Бинарное, потому что из каждой вершины идет две ветви. И посмотрите, как это строится дерево. Вот информация хранится в вершинах. Слева я храню то, что меньше, справа то, что больше. Посмотрите, это верно для каждой вершины. Но девять больше шести, меньше семнадцати. Шесть, значит, меньше восьми, больше трех. Три больше, извините, что-то не в ту сторону все время. Три, значит, больше единицы, меньше четырех. Это бинарное дерево поиска. А чем оно хорошо? Смотрите, если я бы это число расположил бы в ряд и искал бы какое-то число, сколько бы я шагов совершил? Вот столько, сколько чисел. Вот я по одному бы так шел и дошел до конца. А в дереве? Давайте найдем девяточку. Ну, я тут за вас поискал. Так, давайте найдем тринадцать число. Итак, девятка. А мы ищем тринадцать. Мы же договорились, где должно быть. Мы говорим, все, что меньше, слева, все, что больше, справа. Тринадцать больше, значит, идем направо. О, семнадцать. Налево. Шестнадцать. Тринадцать меньше, налево. Двенадцать, тринадцать больше, направо. 14, 13 меньше, и мы нашли 13. Раз, два, три, четыре, пять шагов. Количественно это так примерно выглядит. В списке из тысячи элементов я бы сделал тысячу шагов. А в дереве из тысячи элементов я бы сделал 10 шагов. То есть для тех, кто меня услышит, тут много моих коллег, и уверен, что людей, которые с математикой дружат, да, дело в логарифме. То есть поиск в дереве занимает логарифм от размера, от количества элементов. И то есть, например, если тысяча элементов, то логарифм, что такое тысяча, это примерно 2 в десятой степени. То есть логарифм получается 10. Тысяча шагов и 10 шагов, это очень существенно. Ну и понятийно, да, мы в дереве, конечно же, не могли уйти от того, чтобы какую-то древесную историю не оставить. Вершина дерева называется корнем. Главная вот эта вершина, самая первая. Просто элемент дерева – это вершина. У вершины есть левый и правый сын. Левый он не в смысле какой-то со стороны, а просто слева находится. И, собственно, вершины, у которых нету сыновей, да, там нету дочерей, потом называются сыновьями в литературе. Немножко так гендерный этот самый, неравноправно. Так вот, значит, все те сыновья, у которых нету своих сыновей, называются листьями. Прямо это терминологическая история. Ну, вот это дерево. Хорошо, есть и лес. Лес – это набор деревьев, все очень просто. Ну, реально, лес – это набор деревьев. Что в природе, что в математике. Но леса тоже используются как объекты. И, например, я уж не буду тут прямо подробно говорить, но есть метод машинного обучения, называется он метод random forest, то есть метод случайного леса. Там используют деревья решений, и вот, собственно, набор этих деревьев называется лесом. Давайте посмотрим еще примеры. Ну, уже мы, конечно, ушли от шуток. Я думаю, что даже дерево о чем-то уже говорит. Но давайте посмотрим на еще несколько примеров. Вот я знаю, что тут сидят биологи, я все время немножко боюсь, что меня скажут, это все не так, это ты не так объясняешь. Поэтому я еще раз говорю, по образованию я математик прикладной, поэтому простите, если я буду ошибаться, в биологических историях. Мы все знаем со школы, что есть такая селекция. Нам рассказывали, что это такой замечательный инструмент человека, за счет которого у нас есть породы собак определенные, породы, точнее, сорта растений, которые мы выводим и так далее. И вот Вавилов сказал, что селекция – это эволюция на правильную волю человека. На чем основана селекция? Селекция основана на итеративном процессе. То есть мы раз за разом делаем новую итерацию по выращиванию чего-то, животных или растений. И затем мы для следующей итерации выбираем только тех, у которых есть признак, нужный нам. Вульгарно говоря, хотим мы 2-метровые подсолнухи. Наверное, среди всех подсолнухов в поле мы выберем самые высокие. Засеем ими. Выберем опять самые высокие подсолнухи и так далее. Основано это на том, что при скрещивании особей, независимо от царства, растений и животных, происходит обмен участками, который называется в биологии кроссинг-овер, но вот когда в IT-сферу это перетекло, называется кроссовер. Хотя немножко слово более такое нагруженное, с кучей смыслов. Но именно, то есть обмен участками. Еще бывает мутация, когда внезапно признак появляется просто потому что. Так вот, почему это для нас важно, когда мы говорим про IT-сферу? Потому что этот подход можно алгоритмизировать. То есть, например, я говорю, делаем случайную популяцию, делаем скрещивание. Если будет мутация, делаем отбор, убираем самые плохие из популяции результаты, опять делаем новую итерацию. А как это связано? А связано это вот как. Генетический алгоритм применяется для построения сложных объектов, которые состоят из каких-то наборов. Самый популярный пример использования генетических алгоритмов — построение расписания. Если вы никогда не строили расписание, то попробуйте договориться встретиться с одноклассниками, которых человек 20 в какой-нибудь день. Ну, там, не знаю, 5 лет, 20 лет окончания школы. Попробуйте. И вот вы поймете, что расписание строить сложно. Те, кто работал в ВУЗе, тем более знают, что это сложно. Да, вот какие проблемы? Дадим мне ту аудиторию для что-то, когда, вот и будет неудобно. Поставим мы аудиторию на солнечную сторону, где нет занавесок или жалюзи не работают, то проектор будет невидим. Преподаватель — сова, 15 минут, студенты ушли. Зачем мы этому преподавателю поставили занятие утром? Как учесть все эти признаки? Как происходит работа? Вот точно так же. То есть расписание трактуется, как элемент популяции, экземпляр того, что мы хотим получить. И, соответственно, мы придумываем вот этот генетический подход над расписанием. Что такое кроссовер в случае расписания? Обмен участками. То есть расписание кодируется, и мы фактически говорим, генерируем кучу-кучу расписаний, и они начинают друг с другом обмениваться кусочками, ячейками, да? А потом мы проверяем просто их на то, хорошее это расписание, удовлетворяет ли оно или не удовлетворяет. Вот, например, вот расписание красное удовлетворяет, зеленое не удовлетворяет. Генерируем, скрещиваем, например, берем нечетные кусочки от одного и четные от другого. Получаются потомки. Смотрим, дальше замеряем их, говорим, сколько нарушений у каждого. Вот у кого-то два нарушения, у кого-то три, у кого-то одно. Убираем самых плохих, новая популяция, делаем скрещивание, и на первом шаге мы получаем ответ. Вот это подход к генерации с помощью генетического программирования. Ну и самый простой такой алгоритм, я быстренько скажу, у меня буквально не с кем-то остается, это как маленькая придумка эволюционных биологов помогла нам в современном мире. Где? В рекомендательных системах. Я часто об этом говорю, возможно, кто-то уже слышал от меня или от кого-то еще, как это используется. Рекомендации. Вот у нас есть, реклама была даже в ММТС, я просто, не знаю, удивился. То есть термин этой рекомендации коллаборативной фильтрации говорил то ли Нагиев, то ли Ермольник в этом вот видео, где была реклама вот одной компании, что искусственный интеллект сформулирует тариф. Правда сказать, там искусственный интеллект такой, что это формула второго класса школы. Как это основано? Смотрите, есть пользователи, и есть видео, например, которое они смотрели. Вот красный цвет означает, что пользователь это видео смотрел. И задача какая? А что мы будем рекомендовывать пользователю номер один из того, что он не видел? И тут идет такая логика. Ну, его же взгляды, просмотренные, похожи на другого человека. Других же пользователей много, а давайте сравним. И тут, вот я говорю, что все думают хитрые сложные формулы, искусственный интеллект, и биологи, эволюционный биолог начатывал 20 века, в нашем случае это Сьоренсен и Дайс, вам скажут, нет, не обязательно, что это сложно. Коллеги предложили формулу, с помощью которой они на самом деле считали некие биологические характеристики экосистемы. Ну, условно, если в двух местах живет какое-то число одинаковых представителей флора или фауны, то можно найти тех, которые в одном месте есть, а в другом месте их нет. Скорее всего, их можно поискать. И они дали формулу. Их много. Я просто самую простую говорю. Смотрите, формула. Если А и B два множества, А пересечения B это их пересечения, то есть общие элементы. И вот это размер. Так вот, сходство равно удвоенное количество общих элементов поделить на сумму этих множеств. Сумму длин. То есть, если нет общего, то это дробь равна нулю. Если общие все, то дробь равна единице. То есть 100%. Остальные значения лежат от нуля до одного. То есть от нуля до 100%. И получается, если я посчитаю сходство первого и второго пользователя по вот этим показателям, я получу 73%. А первого и третьего 25%. Ну, конечно, надо ни одного пользователя опираться. Но если есть много пользователей, похожих на меня, которые посмотрели видео, которые я не видел, мне оно прилетит в рекомендацию. Это называется коллаборативная фильтрация user-based, то есть ориентированная на пользователей. Есть еще item-based, очень люблю эту шутку. Вот, мол, преступление и наказание. Федор Михайлович вместе с этим покупают молоток-топорик для мяса президент. Вот. Это уже коллаборативная фильтрация, когда видео идут с другим видео, потому что его смотрят похожие пользователи. Ну, пожалуй, можно еще очень много рассказывать, как живые системы придумали что-то, что мы потом в IT-сфере взяли, но можно делать еще целую серию лекций об этом. Ну, а я, пожалуй, пока закончу. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok